МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава округа проверил качество школьного питания. С праздником, здоровья, благодати Божией и всем нам мира! Люберчане отметили один из главных христианских праздников. В этом, надеемся, не раз еще приедем сюда, чтобы пообщаться, поиграть с мальчишками. В Люберцах прошел матч легенд хоккея России. Об этом смотрите в финале выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. На первой в этом году встрече подвели итоги прошедших праздников, а также рассказали о работе служб и ведомств за отчетный период. Подробности в материале моих коллег. Первая неделя 2023-го прошла без резонансных происшествий. Сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка во время новогодних праздников. Служба в усиленном режиме продолжается и сейчас. За последние 7 дней в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило более 2000 обращений. За прошедшую неделю было одно убийство. Здесь, в торговом центре на Волковской 2, то есть охранник с охранником подрали. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. И также в котельниках сейчас Следственный комитет проводит проверку. Было похищение коммерсанта. Длинные выходные прошли спокойно и по линии МЧС. А на прошлой неделе на территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 5 возгораний. Все в черте городского округа. 9 января в 6 часов 29 минут Матяково, улица Буденного у автобусного павильона обгорел автомобиль «Кондай» по всей площади. Пострадавших нет. Также 9 января в 9 часов 8 минут Люберец, 23 километра на Варизанской шоссе. На данной территории это СНТ. Трехэтажный, кирпичный жилой дом обгорел внутри по всей площади. Пострадавших нет. В этом году в округе проделают большую работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2023 запланировано проектирование и строительство линий наружного освещения по 42 адресам, капитальный ремонт 61 МКД, замена 16 лифтов и завершение реконструкции ВЗУ на улице поселок Калинина. Там будет установлена станция водоподготовки и станция обратный осмос. Данный водозаборный узел снабжает более 17 тысяч жителей чистой пьевой водой. Участникам встречи рассказали о проведенных и запланированных мероприятиях в парках городского округа, а также о первых спортивных успехах люберчан в этом году. В конце совещания председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева вручила Владимиру Волкову диплом за призовое место во всероссийском конкурсе среди муниципальных сайтов СМИ. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Уже более 20 лет в поселке Тамилина работает компания, которая занимается металлообработкой. Рулонную сталь в дальнейшем используют в машиностроении и многих других отраслях промышленности. На предприятии побывала Луиза Егия-Зарян и подготовила о нем сюжет. Из этих металлических рулонов и листов в дальнейшем собирают то, без чего невозможно представить современную жизнь. От бытовых приборов и различной техники до грузовых машин и лифтов. За месяц здесь перерабатывают до 10 тысяч тонн металла. Все это уходит только на отечественные заводы. Поставки сырья идут с наших металлургических комбинатов. НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, Череповецкий комбинат и Магнитогорский металлургический комбинат. У нас два вида основных продукции. Это лента для штамповочного производства и карта для переработки листового проката на лазерах, на пробивных станках. Площадь всего предприятий 14 тысяч квадратных метров. На них расположено три производственных цеха, где происходит поэтапная обработка металла. Численность сотрудников превышает 250 человек. Большая часть – жители городского округа Люберцы. Это лидер металлообработки России. Без лишних слов предприятие развивается, так как и отрасль машиностроения, отрасль металлообработки в стране сейчас на подъеме, так как многие компании ушли с нашего рынка. И это подстегивает, это дает дополнительный импульс. Самое главное – нам взаимодействовать, самое главное – слышать друг друга. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Компания работает в Люберцах с 1998 года. За это время на заводе прошло несколько этапов модернизации. Сейчас ожидается поступление нового оборудования, которое позволит расширить линейку продукции и увеличить объемы производства. Уиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сотрудники Управления МВД России Люберецкие подвели итоги работы за 2022 год и обозначили ключевые задачи на ближайшие 12 месяцев. С отчетным докладом выступил заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Максим Фоменко. На территории обслуживания управления установлено более 11 тысяч камер наружного наблюдения. Они подключены к системе «Безопасный регион». Благодаря их работе по горячим следам раскрыто 104 преступления и выявлено 151 административное правонарушение. Общая цифра зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях возросла на 32%. Это 126 228. 2021 год 95 774. Возбуждено 4 227 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 1917 лиц. Увеличилось количество разбойных нападений. Совершено 21 убийство, 12 изнасилований. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и краж транспортных средств зафиксировано меньше. В 2022 году больше раскрыто преступления общей уголовной направленности на 2%. Больше раскрыто тяжких на 17,5% и особо тяжких на 6,3% преступлений. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, снизилось почти вдвое. Сократилось и количество ДТП. По итогам 2022 года удельный вес положительных оценок управления составил 62,78%. В общем рейтинге среди подразделений Московской области наше управление занимает 20 место. По результатам инспекторских проверок, проведенных Министерством внутренних дел Российской Федерации и Главным управлением МВД России по Московской области, деятельность Люберецкого управления получила удовлетворительную оценку. Депутаты Совета депутатов во главе с председателем Совета Владимиром Ружицким посетили офис Люберецкой службы 112 и проверили работу системы «Безопасный город». Подробности визита в следующем материале. В ходе визита депутаты и руководство ЕДДС обсудили перспективы развития самой службы и системы «Безопасный город». Количество камер видеонаблюдения в округе ежегодно растет на 10%. Скоро будет 10 тысяч. На улицах для оповещения населения установлено 17 сиреноречивых узлов. Задачи на ближайшие годы число приборов удвоить. Работать, развиваться, повышать качество обслуживания населения и делать все для того, чтобы люди знали, были уверены, что служба эта нужна, служба полезна и она позволяет людям решать все эти их сложные задачи. В этом году пропорционально росту задач, возложенных на службу, ожидается и рост численности сотрудников Люберецкой ЕДДС. Необходимо увеличить фонд оплаты труда. Виталий Богданов попросил депутатов оказать содействие в вопросе финансирования. В очередной раз могу сказать только спасибо за то, что администрация городского округа Люберцы, совет депутатов городского округа уделяют нам постоянное внимание, проявляют заботы и интересуются нашей жизнью. В завершение визита депутаты посетили оперативный зал 112. Двум сотрудникам Владимир Ружицкий вручил благодарности совета депутатов. За высокий профессионализм и добросовестный труд в системе ЕДДС. Награда нашла герой, я не знаю, чем это вам поможет, но, по крайней мере, для морального какого-то выговорения, возможно, да, вам спасибо за труд. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В российской таможенной академии в рамках урока «Мужество» прошла встреча с заместителем командира добровольческого батальона «Барс-3» Виктором Исаевым. Участник специальной военной операции рассказал о своем боевом пути и ответил на вопросы студентов и преподавателей. Значит, войну я встретил в Донецке. Когда наш президент объявил специальную военную операцию, мы привезли как раз в это время в Донецк гуманитарную помощь, и Донецк был под обстрел. Донецкие все знали и все ждали, что скоро бандеры пойдут в атаку. В добровольческий батальон Виктор Исаев вступил весной, принимал участие в боях на Херсонском направлении. Вместе с однополчанами зачищал Шервудский лес и село Богородичное, которое затем в течение трех месяцев пришлось оборонять. Для них вот этот Мариуполь, это была ихняя Брестская крепость. Это я вам говорю, это мы все понимали. Потому что вот первоначально мы должны были идти на Мариуполь, но там уже дела все эти завершились наши, поэтому нас вот тогда на Изюм. И вот так я провоевал, в общем, на Изюм. Вместе со служивцами Исаев держал оборону освобожденных территорий рядом с Красным Лиманом. На Луганщине, под Кременной, получил ранение в ногу. По словам Виктора Викторовича, война оставляет след не только на теле. Я острее стал чувствовать неправду. Острее стал чувствовать не ложь, обман. Сейчас вернутся люди с обостренным чувством ответственности и с чувством правды. И вот, я думаю, наше общество поменяется в лучшую сторону. Сейчас Виктор Исаев проходит реабилитацию в родных Люберцах. Большую часть времени проводит с семьей. Но в планах вернуться в батальон на защиту рубежей Отечества. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В общеобразовательных учреждениях проводят мониторинг качества питания. Мнение о вкусе и качестве блюд спрашивают у учеников и их родителей, которые имеют право приходить на дегустацию. Свою оценку школьному завтраку дал и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. За пару минут до перемены в буфете школы номер 8 начинают накрывать столы. Сегодня на завтрак рисовая каша, бутерброды с маслом и горячий чай. То, что надо для плодотворной и успешной учебы. Больше всего мне понравилась рисовая каша, которую нам сегодня давали. Тебе силы и в ней очень много витаминов. Когда мы пьем чай, нам дают вкусненькое покушать с чаем. Охват горячим питанием в этом образовательном комплексе составляет 92%. Вопрос качества и вкуса школьной еды всегда на первом месте. Учитывается мнение каждого. Питание очень вкусное, калорийное. Детям нравится. Мы пообщались как раз таки с учениками третьим классом. Всем нравится и завтраки, и обеды. И самое приятное, что и родители с нами присутствуют. Также тестируют, пробуют, чем кормят детей. С 16 по 18 января в учреждениях образования Московской области проходил мониторинг качества школьного питания. В городском округе Люберцы 98% опрошенных дали положительную оценку. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздик, телеканал ЛРТ. Люберецкие сладкоежки теперь могут вылечить свои зубы у врача-стоматолога, который ведет прием в образе сказочной лисички. К доктору дети идут с интересом, забывая про свои страхи. Айтен Курбанова приступила к работе в Люберецкой областной больнице накануне Нового года. Чтобы вызвать доверие у ребенка, доктор устанавливает с ним контакт. Маленьких пациентов отвлекает от переживаний необычная медицинская форма. О, какая лисичка! Контакт налажен. Доктор приступает к осмотру и лечению. После приема Айтен Курбанова проводит профилактическую беседу. Рассказывает пациентам, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Мы обязательно зубки чистим после еды. В любом случае. Хорошо? В любом случае. И утром, и вечером перед сном. Каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Игровая форма общения с маленьким пациентом позволяет выстроить контакт пациента с врачом и приводит к возникновению доверия малыша к доктору. Записаться на прием к детскому врачу-стоматологу в свою поликлинику можно на сайте Госуслуг, через информаты и по телефону 122. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ. Православные христиане отпраздновали крещение Господне. В округе в этом году были оборудованы три иордани. Как прошли крещенские купания на Наташинских прудах, расскажет Богдан Колесников. Привычные крещенские морозы в этом году отступили. И желающих окунуться в ледяную прорубь оказалось много. На Наташинских прудах люберчане стали собираться за несколько часов до начала. Купающиеся, окунающиеся люди соприкасаются с великой благодатью, с крещенской водой. А самое главное, нужно помнить о том, что не внешние признаки, не соблюдение таких традиций, как купание в крещение, делает нас христианином и идентифицирует нас как христиан. А по словам Иоанна Крестителя, дела покаяния. Дела покаяния и само покаяние. Люберчане поздравляли в этот день друг друга со светлым праздником. Присоединились ко всем словам и представители власти. Чтобы мы все становились чуточку добрее, чтобы это добро распространялось на наших близких, на наших родных, и, конечно же, на территории нашего городского округа. С праздником, здоровья, благодати Божией и всем нам мира. Перед началом крещенских купаний Иерей Михаил Борисов совершил чин великого освящения воды. Одним из главных символов праздника считается белый голубь. После того, как Иисус Христос принял крещение, на него с неба спустился Святой Дух в виде голубя и сел ему на плечо. Здесь, на Наташинских прудах, ежегодно в этот день собираются сотни люберчан. Верующие по традиции окунаются в купель, вспоминая, что в этот день, много веков назад, в реке Иордан крестился Иисус Христос. Десятки людей, молодых и пожилых, окунаются в освященную воду с верой в ее укрепляющее и исцеляющее действие. Отличные просто. Сейчас согреюсь, все. Бодрость испытываю. Отлично. С праздничком всех. Рядом с местами крещенских купаний установлены теплые раздевалки. Всех угощали горячим чаем со сладостями. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И на Малаховском озере тоже прошли крещенские купания. Жители округа окунались до глубокой ночи, поодиночке и целыми семьями. Порою купели образовывалась очередь, и ордань красиво оформили. Территорию обнесли елочными ветками, а снег для удобства купающихся выстелили сеном. Установили фигуры ангелов. С праздником крещения Люберчан поздравил председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий. Безопасность обеспечивали сотрудники Росгвардии, Мособлпошспаса и МЧС. Последние были экипированы на случай непредвиденных ситуаций и даже приготовили спасательный круг. Многие верующие решили окунуться в первый раз. Первый раз попробовал. Ну, захотелось. Здорово, все отлично. Давно уже не купался. Ощущение отличное. Очень красиво здесь. Круто все подготовили. Очень приятно в таком месте находиться. Всех хочу поздравить с праздником. Отлично. В прошлом году тоже купался. В 2021 году прощение доступно. Во дворце спорта «Триумф» состоялась первая тренировка по тэквондо для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята познакомились с тренером, выполнили базовые упражнения. Впечатления родителей и детей в материале моих коллег. Еще один раз. Тянемся вверх, вверх, тянемся, 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 тянемся. Вниз. Адаптивное тэквондо – одно из направлений, разработанное специально для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Применение силы здесь запрещено. Почему именно вот это направление, я вам хочу сказать. Дело в том, что для взрослых понятно, они могут в любом возрасте пойти заниматься спортом для того, чтобы поправиться, похудеть или еще. А детям нужна мотивация для занятия. Они должны идти к какому-то результату, получать медали, получать пояса. Первая тренировка ознакомительная. Она короче обычной. Упражнения простые. Прыжки на месте, подтягивания. Затем работа в паре. Тренер оценивает координацию и концентрацию. И каждый раз, когда я говорю «счет», мы делаем движение вперед, назад и стоим. Два, раз, три, раз, четыре, пять. Для любериц адаптивное тэквондо – новинка. Им владеют несколько человек, которые объединились, чтобы тренировать особенных детей. Пришли к выводу, что детками нашими особенными мало кто занимается вообще в принципе, а потенциал у них есть. И пришли к тому выводу, чтобы начать их тренировать. И не просто тренировать, как физкультуру, а дать им дорогу именно в спортивное направление. То есть, чтобы они участвовали в соревнованиях. Пока собрали мальчиков, чтобы посмотреть. Будут ли заинтересованы родители в том, чтобы их дети занимались и поправляли свое здоровье. Мальчишки у нас разновозрастные, потому что вы сами видите и 6 лет, и 30 лет, и 15 лет. И хотелось бы, чтобы они все-таки, родители, поняли эту необходимость в том, что надо развивать детей. Нина Хомякова с сыном Иваном приехали из Томилина. Мальчик занимается на фортепиано, играет на скрипке. Теперь тэквондо готова заниматься и дальше. В первое время занятия будут проходить раз в неделю по выходным. С ростом тренировочной формы их количество увеличится. Богдан Колесников, Алексей Абрамов, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Во дворе на Октябрьском проспекте после реконструкции торжественно открыли каток. Спортивный объект может вместить еще больше любителей хоккея и желающих просто покататься на коньках. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Площадку для занятий спортом между домами 8 и 10 по Октябрьскому проспекту открыли 6 лет назад. Жители проводят здесь турниры дворовых команд. Летом играют в мини-футбол и баскетбол, зимой в хоккей. Но всех желающих универсальная спортивная площадка едва вмещала. Ее расширили благодаря администрации городского округа. Владимир Петрович Ружицкий услышал это мероприятие, этот наказ вошел в народную программу партии «Единая Россия». И вот сегодня вы видите, что коробка стала соответствовать требованиям, для того чтобы любители могли приходить из соседних домов и играть в хоккей, кататься на коньках. Алексей Жиганова отец поставил на коньки в раннем детстве. Когда погода располагает к занятиям зимними видами спорта, Леша надевает коньки и выходит на ледовую площадку во двор. Мне нравится каток, он в целом, вот раньше он был меньше раза, ну так в четверть где-то. И вот он тут был такой, более-менее сейчас его перестроили. Сейчас вот тут каток достаточно большой, я здесь часто зимой проезжаю, играю. Вот тут с папой меня тренирует. Очень нравится. Я живу в том доме рядом, я уже тут три года катаюсь. Приглашаю всех на этот каток. Дмитрий Дениско тоже со спортом на ты со школьных лет. С наступлением зимы обязательно встает на лед. Покататься на коньках замечательно. Если в каждом дворе будет такая мини-коробочка, я думаю, что это для развития нашего детского спорта будет большое дело. Пока ребята оттачивают мастерство катания на коньках, Андрей Герасимов с дочкой наблюдает за всем со стороны. Кате нет и двух, но сверкающий лед уже манит. Мы бегаем пока, но без коньков, но уже присматриваемся. Да, вон как ребята все здорово катаются. Я думаю, на следующий год будем кататься уже. Здесь я остановлю хорошую площадку, здесь хороший лед. Я посмотрел, детишки катаются, они рады, им это интересно. Здесь можно организовать разного рода и турниры, и состязания, и просто покататься. Каток на Октябрьском проспекте открыт каждый день. Вход свободный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На центральном катке Люберец звезды отечественного хоккея встретились с командой жителей городского округа Люберцы. Это очередной матч зимней серии игр уникального проекта «Выходи во двор», реализуемого по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На матче «Легенд» работал наш корреспондент. Перед началом игры известные тренеры провели мастер-класс для юных хоккеистов. Мастерством владения клюшкой поделился и олимпийский чемпион Игорь Болдин. Мы хотим вернуть детей на улицы, как мы сами раньше занимались. От этого же только толку больше. Сейчас они что, катаются полтора часа там, занимаются и все. А больше они нигде не занимаются. Поэтому, если мы их вернем на улице, я думаю, у нас хоккей от этого лучше становится. Алексей Пономарев занимается хоккеем два года. О том, что выйдет на лед с легендарным спортсменом, даже не мечтал. Мы сделали хорошее мероприятие, которое должны видеть все люди. Все люди должны знать, что такое хоккей и наслаждаться спортом. Считанные минуты остаются до начала. Матч «Легенд» собрал несколько тысяч зрителей. Всех желающих в трибуны вместить не смогли. Поэтому на площади установили большой экран. Вот такая мероприятия является территорией спорта. И, конечно же, сегодня этот праздник подарит всем дополнительные эмоции. На ледовую арену подборные приветствия зрителей вышли легендарные спортсмены во главе с капитаном команды. Двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Фетисовым. Еще помимо того, что он на территории спорта, еще будет территория хоккей. Еще одна точка роста в Московской области, где хоккей станет одним из главных видов спорта. Поэтому, надеемся, не раз еще приедем сюда для того, чтобы пообщаться, поиграть с мальчишками. Соперниками звездной команды стали юные воспитанники хоккейного клуба «Зенит», известные блогеры и жители округа. Мы очень рады быть в гостях. Мы умер с собой. Отличный прием, отличная организация. Хотим поздравить город с 400 лет. И надеемся, что здесь будет и закрытый каток, где мы приедем на открытие. Обязательно поучаствуем в празднике спорта именно хоккей. Вместе с легендами хоккея на лед вышли министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов и российские футболисты Роман Широков и Роман Христич. Приятно, конечно, выходить на один лед с легендами нашими. И настроение очень хорошее. Всех с праздником. И 400-летие грядет города нашего родного. Очень радостное. Спасибо, что такое мероприятие в нашем городе состоялось. Раньше всегда играли. Летом в футбол, зимой в хоккей. Просто не было таких шикарных условий. Спасибо, наверное, надо сказать губернатору за то, что делает такие программы отличные. Появляются такие конки. Раньше играли на прудах замерзших. В зимнем сезоне проекта «Выходи во двор» матч в Люберцах стал третьим. С небольшим отрывом в этой игре победили легенды хоккея. Нам очень нравится. Мы сами занимаемся хоккеем. Были на мастер-классе. Очень рады. Все очень понравилось, очень интересно. Мы пришли сюда раньше всех. Эмоции, переполняющие через край. Здорово. Шайбу. Молодцы. Спасибо огромное. Матч «Легенд» открыл серию мероприятий, посвященных 400-летию Люберец. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова